Всем привет, друзья! С вами был Торец, и мы продолжаем проходить Life is Strange. Истинные цвета. В прошлой серии, в конце, точнее, прошлой серии случилось непоправимое, и я думаю, нам это еще аукнется, возможно, даже в ближайшее время. Ну а мы продолжаем, и давайте пороемся в наших вещах, посмотрим, что мы там вообще взяли. Так сказать, распакуем чемодан. Достать шушу. Что это такое? Это что-то вроде шаурмы? О боже, на этой чистенькой кровати шушу будет смотреться как бомж. Да она в принципе как бомж смотрится. Не только на этой кровати. Мы с ней через многое прошли. Ну что ж, пусть она лежит, как память, где-нибудь в нижнем ящике, чтобы ее никто не видел. Это... Ой, да ну настоящий талант. Давайте прочтем. Тейнер. Тоннель, ведущий в крепость монстров, Демонхейм, обрушился? Что дальше? Придется найти другой вход. Форма городской стражи, судя по всему, он давно мертв. Кровь? А он, слушайте, прям настоящий автор. Маленький, правда. Похоже, след обрывается. Если только пустота. Угу. Он пролез здесь. Мы кого-то преследуем. Идем по его следам. Туша облачного змея. Наверное, он провалился через потолок. Если забраться повыше, то я найду секретный проход. Пойдемте дальше. Мне уже интересно, чем закончится эта вся история. Тебе уже не взлететь, облачный змей. Но ты еще можешь сослужить мне службу. И... Это сияние за вершиной. Это же черный ход в крепость. И рыцарь попал, видимо, в крепость. Но это уже будет в следующем комиксе. Еще у нас есть письма. Это нам братишка писал? Пока мы там срок в интернате мотали. Или что за письма? Эй, Алекс, что такое? В чем дело? Ну-ка, дайте мне посмотреть на них. Я так и не дождалась ответа из Сиднея. Надеюсь, с ней все в порядке. От Сиднея? По крайней мере, ей было не все равно. О большинстве и этого нельзя сказать. Жаль, что эти лекарства не подействовали. А что за лекарства мы принимали? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эбигеллин, доктор медицины, имя пациента Алек Чень. Альпразолам ЕР 6 миллиграмм. Ну так, может быть, надо было не 6, а там 15. Челси. Одно из немногих светлых воспоминаний о приюте. Так, ну это про нашу игрушку. Подождите, я хочу вернуться к первому письму. Что за Сидней? Привет, Алекс, как жизнь? Ты все там же, в руке помощи? Такое дело, я собираюсь удалиться из соцсетей и на какое-то время залечить на дно. Я переспала пару раз с одним уродом, чисто, чтобы у него переночевать. И теперь он меня преследует. А еще я уезжаю из Бюрнсайда, потому что здешние воспитатели и расисты обвиняют меня в том, что я толкаю наркоту. Напишу тебе, как найду новое место. Вариантов у меня немного. Но ты меня знаешь, что-нибудь да придумаю. Короче, надеюсь, у тебя все хорошо. Лоран еще там? Помнишь, как ты ее отмудохала? Скучаю по тебе, дурилка. Целую Сидни. А мы, оказывается, любим бить людей. Все понятно. Очень странная у нас подруга Сидни. Зачем она вообще раздвигала ноги, если просто хотела переначинать? Это же как бы необязательная процедура. Но, как говорится, бог ей судья. С ума сойти. Мы так изменились. А что кусок-то оборванный? Там, наверное, были наши родители. И вообще, что с ними не так? Пока неизвестно. А вон и полная фотография. Ну да, это, получается, наши родители. Похоже, Гей пришел не отрезать наших родителей. Очень по-взрослому. Надо же, мама, я еще здорова, отец еще не стал с законченным уродом. Ага, походу, все беды были из-за отца. А мы пошли в мать. Ну, а наш брат, естественно, в отца. Внешне я имею в виду. Хорошо. Про родителей надо бы, конечно, узнать. Ну, мать, скорее всего, заболела. Батя начал бухать и потом буянить. И, собственно, нас разделили. Пора добавить в дневник мой последний срыв. Дневник срывов. Дневник срывов. Так и называется. Так, 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 так. Значит, Гей помогал Райли готовиться к собеседованию, а Мак вообразил, что они спят вместе? Что за идиотизм? Нет, ну как бы Мака в этой ситуации тоже можно понять. Он ведь был не в курсах, ему никто ничего не сказал. Тут больше вопросов к этой самой Райли. Почему она не известила, так сказать, об этом? Технологический институт Колорадо. Уважаемая мисс Литти. Ваша заявка на участие в летней школе технологического института Колорадо была рассмотрена, и мы рады сообщить, что вы были выбраны для прохождения следующего этапа собеседования. В ближайшие дни один из сотрудников приемной комиссии свяжется с вами, чтобы обсудить удобную дату и время. Поздравляем и желаем удачи. Гейб, у меня получилось. Пожалуйста, 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 помоги мне подготовиться. Вот так оно все и было. Ну что ж, запишем. Мак Злость. Все началось с того, что в дверь постучали. Мне кажется, я почуял неладное еще до того, как гейб открыл. Как будто из-под двери в комнату что-то проскользнуло. Что-то красное, кровоточащее. Потом я увидел Мака, и тут накатил знакомый страх. Он всегда появляется, когда я понимаю, что теряю контроль над собой, и как бы я ни старалась, кровь закипает у меня в жилах. Все мое тело уже твердо вознамерилось причинить кому-то боль. Скоро это случится, и никто меня не остановит. Ярость Мака была горячей, пьянящей, с привкусом страха. Все дело было в райе. Мысль о ней, рядом с кем-то другим, о том, что она может встречаться с кем-то еще, она не давала ему покоя, жгла и мучила его. Чувствовать, как у тебя в груди словно затягивается раскаленный узел, это одно из самых невыносимых ощущений в мире. Когда оно уходит, становится так легко, перестает звенеть в ушах, и сердце замедляется, стрепет окрылыши калибри до ленивых ударов отбойного молотка. Как хорошо. Жаль, что гейбу это стоило удара в челюсть. Как за такое положено извиняться? Нити, что связали, обжигают мне грудь. Пока ты здесь, они ранят меня, не дают вздохнуть. Это уже пошел текст песни. Это у нас аккорды, которые мы будем, видимо, брать на гитаре. И, ага, ага, Тесса, Тесса, злость, понял. Какую-то Тессу мы там, видимо, еще отхуярили. Ну, окей. С дневником мы разобрались. Есть у нас воспоминания, мой блог и смс-очки. Ну-ка, 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 доктор Лин. Можно заглянуть к тебе ненадолго? Да. Удачи в новой главе твоей жизни. Не забывай, если тебе подай, обойтись заблокировать, вы больше не будете получать сообщение. А мы его заблокировали, все понятно. Не хотим больше общаться с доктором. А вот это зря. Это наш лечащий врач. Может быть, нам понадобятся таблетки. Алекс, привет, это Стеф. Извини, что унеслась тебе сломя голову. Очень жду встречи в фонаре вечером. И я тоже. Кто нам еще написал? Гейб, брательник. Круто нашу группу, мой район. Загляни туда, когда сможешь. Это, видимо, еще было до нашей, так скажем, разлуки. И Челси. Рада, что мы встретились. Ну вот и все. Выходим тогда отсюда. Все записи сделаны, все прочтено. Я хочу выйти в город. Я хочу найти этого мака. Я хочу дать ему еще пиздюлей. Потом закончу. Серьезно, ты даже вещи, что ли, не смогла за раз разобрать? Сумка, вроде, небольшая. Ммм, гитара. Это что? Это подарок мне? Не может быть. Ну, серьезно, это подарок. Это тебе маленький подарок в честь приезда. Жду не дождусь, когда ты зажжешь. Ой, ребят, мне сейчас прям так стыдно за то, что я своему брату по ебалу дала. Он такой подарок нам подготовил. А я? Мы играть-то хоть умеем? Настроено. Настроено, я тебе говорю, хуй там крутить собираешься? Эти твои сюрпризы, Гейб. До добра не доведут. Отличная гитара, мне нравится. Возможно, даже на авито скинем. Сделай вид, что мы этого не видели. Здесь слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я никому не позволю все испортить. Особенно этому маку. Нужно спуститься и проверить Гейба. Да, я об этом и судачила. Все это время. О, а можно здесь поиграть? Что это за игру? Минер? Управление, так, прыжок. Залезть, спрыгнуть, увернуться, усиление, собрать все. Быстрое завершение. Ну окей, я готов. А можно начать? Спейс сначала. Нажимаю. Ёб твою мать. Это серьезно, ребята, это минер. Ну-ка попробуем. Нам нужно убегать от привидения. Какая классная игра. Мне кажется, я здесь надолго зависну. Есть батарейка. Что она дает? У меня есть свет. Классно. Мне нужно собрать все золотые, видимо, слитки. Ну, пока это еще, конечно, не слитки. Это всего лишь руда. А вот этот фонарь, скорее всего, будет пугать призрака. Сейчас мы проверим. Блядь, еще один призрак вылез. И фонарь пропал. Но я был ловок, быстр и спустился ниже. Окей. Все понятно с этой игрой. Выходим. Очень увлекательно. Пойдемте искать брата. Я уж не думаю, что он за это время успел куда-то далеко свалить. Тем более, что он здесь работает. Прекрати. У мака я подлатал. Давай-ка займемся тобой. Да, выглядит довольно скверно. И типа мы такие не при делах. Вообще не знаем, что произошло. Алекс, ты приехала. Ты Шарлотта, верно? Мне жаль, что ты видела эту драку. Наверняка она тебе подпортила первое впечатление. Папа, мы с Гейбом поедем на радиостанцию. Нам нужна аптечка, которая не будет добавлять ссадинам. Да все нормально. Да я знаю, что делает, поезжая с ним. Алекс, я скоро вернусь, ладно? Окей. Ну вот, теперь у меня ни основного бармена, ни запасного. Ну, может быть, я могу вам чем-то помочь? Мне нравится. Это падающая звезда? Ага. Или восходящая. Зависит от настроения. И что она делает сегодня? Сегодня она восходит как никогда. Столько адреналинчик ухапнули. Восходит, конечно. Сегодня первый день моей новой жизни. Вот и славно. Рада, что Макс своим идиотизмом ничего не испортил. Ну, мы так и будем стоять. Я слышала, Итан подарил тебе свой комикс. Видимо, он считает тебя очень крутой. Даже круче Гейба? По-моему, у тебя есть шансы его произойти. Но Гейб играет нечестно. Например, втихаря учит Итана ругаться. Ой, какой нехороший. Кстати, спасибо, что рассказала нам про шахту. Я запретила Итану туда ходить. Да, ни за что. Надеюсь, он не очень на меня разозлился. Ты поступила правильно. А можно было вообще не говорить, что это я его сдала или нет? Обязательно нужно было меня подставлять, да? Рэн сказал, что ты не обедала. От меня голодным не уйдет никто. Жрировай! Мне нужно идти. Правда. Я делаю украшения для праздника весны, и их нужно закончить сегодня. Прости, что не удалось поболтать подольше. Да, ничего страшного. Я так рада, что ты здесь, Алекс. Мне бы очень хотелось узнать тебя поближе. Угу, взаимно. Пока. Спасибо за ужин. Ага. Ну что, бородатый, налей мне пять капель. О, Мак сидит. СМС-ки там строчат. Может, к нему подойти? Давайте к нему подойдем-то ебемся. У нас же все-таки есть здесь свобода действий, там, последствия все вот эти должны быть. Я хочу к нему подойти. Я хочу убедиться в том, что он усвоил урок. А урок заключается в том, что нехуй быковать. Итак, работать у меня сегодня некому. Гейб говорит, что ты раньше работала в ресторане. Пару лет была официанткой. Так что под нос в руки. Пошла. Сказать правду, подтвердить слова Геа. А это что, не правда разве? То есть Гейб ему напиздел с три корба получается? То есть я не работал офицером? Ну давайте скажем правду. Я вообще всегда за правду, и мне интересно, какова она. Я никогда в жизни не работал в ресторане. Гейб врет и не краснеет. Да уж, на выдумке он гораст. Но думаю, мне бы это понравилось, всего только опыта у меня нет. Хочешь попробовать? Сегодня у нас не так уж много народу. Да и это все свои. О, это вообще отлично. Спасибо, давайте. Вот и ладно. Итак, нам надо обслуживать несколько человек. Вон там Даки и Диана. Ага, понял. Стеф. Ее я уже видел. И еще нужно убрать столик в задней комнате. Оттуда мы сейчас и пойдем в первую очередь. Все заказы на еду можешь передавать мне. Баром я тоже займу и сам. Идет? Идет, вообще без проблем. Я рад, что ты здесь, Алекс. Спасибо. Как уж я рада-то. Ну все, отныне я официантка. Посмотрим, что из этого выйдет. Используйте так, чтобы просматривать текущие задачи. Давайте посмотрим. Подойти к Даки и Диане. Ну да, в принципе, все то же самое, что нам и сказал Бородач. Листовочка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что у нас здесь такое? О, кто-то создал курс по моей жизни? Ну-ка. Радикальное принятие, как найти в себе благодарность среди хаоса. Новый поток стартует 6-го, 4-го. Нам это неинтересно. Нам интересен вот тот вот разукрашенный молодой человек. Сейчас Ки возьму на всякий случай. Черт. Теперь Маку страшно. Хе-хе-хе. Правильно делает, что боится. По крайней мере, он больше не бесится. Он не заставит меня потерять контроль. Давайте, может, подойдем и попробуем все объяснить. Блять, надо что-то взять. Ки взять не могу. Бутылку. О, отлично. Так, убрать? Ну, я бы хотела просто взять. Джет просит меня тут убраться. Ну, убираемся, ладно. О, господи! Можно тебя на пару слов? Че хотел? Слушай, там наверху мы с тобой оба вели себя как психи. Верно? Ну... Ну, слушайте, надо отдать ему должное. Он все-таки осознал свою вину. Он первый к нам подошел и начал нормально разговаривать. Поэтому я не думаю, что стоит быковать. К чему ты ведешь? Сюда идет Райли. И она вне себя от злости. Думаю, ей не обязательно знать все неаппетитные подробности. Понимаешь? О каких подробностях речь идет? То, что я тебя отмутызгала, что ли, ты об этом? Ты хочешь, чтобы я солгала? Ты хочешь, чтобы я прикрыла твою задницу? Нет, нет, просто... Давай я сам с ней поговорю. Если она узнает, то порвет со мной. Мы... Были вместе четыре года. Она лучшая, что было у меня в жизни. Пожалуйста. Помоги. Блядь, как бы нам поступить? Ну что, было правильно и в то же время... Черт! Что за херня с тобой творится? Господи, ты только посмотри на себя. Все хорошо. Даже не начинай. О чем ты только думал? Где Гейб? То есть вот так вот, да? А тебе какое дело? А такое, что мой парень только что с ним подрался? Мне это уже надоело. Либо ты все мне объясняешь, Либо мы расстаемся. А ты мне тут ультиматума нахуй не ставь! Я вообще ни при чем. Я просто хотел с этим поговорить. Ой, пиздопол, ты посмотри, какое... А тебе! О том, какого хрена вы встречаетесь у меня за спиной. Вот о чем я хотел поговорить. Нет, ну они на самом деле оба хороши, ребята. И как же тогда началась драка? Этот ублюдок первый мне... Ты охуел? Нет, вот это я поддерживать не буду. Точнее, но... Не то, чтобы врезал. Но... В общем, он первый начал. О господи. Ты тоже там был? Ты тоже там был? Да, я... Я была, и мы расскажем о поведении Мака. Нет, я-я-я-то изначально думала, что мы просто как-то немножечко сгладим углы, чтобы как-то все, знаете, мирно разрешилось. А он в Макную просто стоит и пиздит. Говорит, его избили, а он ни при чем. Ага. Не-не-не-не, рассказываем о поведении Мака все как было. Да, была. Мак врез, как сивый Мерин. Вот так вот. Понял? Знаешь, меня это уже даже не удивляет. Так что там произошло на самом деле? Мак ворвался в комнату, обвинил Гейба в том, что он с тобой спит, врезал ему, а когда Гейб упал, начал его пинать. Райли, послушай, что у Мака с лицом? Вообще-то это я его так. Ну и молодец. Похоже, он это заслужил. Спасибо, что рассказала мне правду, Алекс. Погоди, ты... У нас все хорошо? Ты что, издеваешься? Да я со стыда готова сгореть. Но мы... Мы по-прежнему вместе? А ты сам как думаешь, дебил? Нет, конечно. Ой, блядь, разрушили семью. Алекс Чень? Не успела приехать, а уже напала на Мака Лоудона. Я Джинсон Пайк, заместитель шерифа. Мне нужно будет задать тебе пару вопросов. Нихуя у тебя подбородок, слушай. Я арестована? А чё молчим? Видела бы ты своё лицо. О, боже. А Пайк нас просто подъебать решил, да? Слушайте, весёлый парень. Да, я просто пошутил. Никаких проблем ни у кого не будет. Мы с Гейбом частенько разыгрываем друг друга. Блядь, так предупреждать надо, я уж штаны наложила. Меня ещё никогда не разыгрывал полицейский. Но ведь я вам поверила. Ты хорошо держалась. Можно тебя чем-нибудь угостить? Даже не знаю. Я вообще-то на работе. Ну что ж, буду устойкий. Если передумаешь, приходи. Окей. Сейчас мы быстренько сделаем все дела и пойдём вискарику накатим. Так, чё я хотел сказать. Так вот, мы разрушили, можно сказать, семью. Ну, они же сами в прошлой серии признавались, что постоянно сходятся и расходятся. Поэтому, если бы не сейчас, то рано или поздно это бы ни к чему хорошему не привело и всё бы развалилось. Поэтому, ребят, пусть лучше сейчас. Это была веская причина, чтобы разбежаться и как бы всё. Всё нормально. Не будем переживать и грустить по этому поводу. Купоны магазина весёлой травы? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Купоны на травку? В какое время мы живём? А можно взять? Приходите в Серебряный Дракон. Скидка 20% на всё. Оздоровление и лечении. Вот, я всегда об этом и говорил. Это лечебная трава. Весёлая лечебная трава. Блядь, ну мы вообще ничего не можем в этой игре взять. И мне это не нравится. Так, что нам ещё нужно сделать? Мне нужно обслужить вот этих двух людей и подойти ещё к Стэффу. Даки и Диана, здравствуйте. Надо обслужить тот столик. А вон тех не надо, да? У них всё в порядке, ну окей. Обслуживаем. А вам что-нибудь принести? Мисс Ченн! Наконец-то мы избавились от волнующей неизвестности. Здрасте. Я Реджинальд МакАлистер Третий. Для друзей просто Даки. Предприниматель на пенсии. Это молодая женщина Диана. Пиздец, Реджинальд МакАлистер Третий. Тебе сколько лет? Лет 350? Рада познакомиться. А, мы все знаем о твоём приезде. Да, Гейб щедро делится с нами не только своей дружбой, но и подробностями биографии. И что же он там вам рассказал? Ты из Портленда, верно? Я переехала сюда из Вашингтона полгода назад. Как тебе наш городок? Лучше не бывает. Пока вообще всё прекрасно. Я, конечно, не ожидала. Не знала, чего ожидать. Ну, здесь просто замечательно. Совсем как дома. Я тебя понимаю. Первое время мне казалось, что я возненавижу этот город. А потом я посмотрела горы, кое с кем познакомилась. И теперь не хочу уезжать отсюда. Диана Геолог. Недавно стала технологом тайфун майнинг. Рада, что теперь я здесь не единственный новичок. Хотите чего-нибудь? Ох да, мы умираем с голоду. Я бы с удовольствием съела фирменный пирог с картошкой фри. Чизбургер с грибами. Напитки, как обычно. Джет знает. Хорошо, я передам ему заказ. Спасибо. Окей. А можно... Хотя нет. Давайте мы, наверное, обслужим один столик, а потом пойдём к следующему. Потому что наберём заказов, потом запутаемся и ни хера никому ничего не доставим. Эй, Джет. Да? У меня заказ от Даки и Дианы. Выкладывай. Выкладывай. Бургер с гриб... Да, мне... Блядь, а мне надо было это запоминать. Он же вроде и сам сказал, Джет знает. Ну, как бы я и не стал запоминать. Короче, по-моему, там был бургер с грибами. Напитки. Ага, и? Ага, что ещё? Фирменный пирог с картошкой фри? Пусть будет. Короче, чё принесут, то и будут жрать. Хуя себе ещё, смотри, не понравится. Даки заказал как обычно? Да. Он любит особый ржаной виски. Я держу бутылочку специально для него. Хм, странно. Что-то я её не вижу. Ну, походу, кто-то выхуерил её уже. Минуточку. Готов поспорить. Вчера ночью Даки унёс ту бутылку наверх. После закрытия они с гейбом ещё долго тут пировали. О, да? Вот как? Ммм, как по мне, так ему и надо. Но можешь подняться и поискать виски. Он наверняка будет тебе благодарен. Кстати, с ними был заместитель Шинифа Пайк. Поговори с ним, может он что-нибудь вспомнит. Если, конечно, ты ему ещё веришь. Ну, окей. Давайте спросим. Пайк! А ты мне не подскажешь, где бутылочка ржаного вискаря завалялась? А? Эй, Алекс? Где виски Даки? Вы вчера были с ним и гейбом? Кто тебе сказал? В общем, Даки где-то оставил свою любимую вискарь. Скорее всего, наверху. О, нет. Вы видели у него бутылку? Нет, когда я ушёл, он ещё сидел внизу. А знаешь что? Проверь-ка стену позора Гейма. Может, найдёшь улику? Спасибо, обязательно. А я там уже приметил какую-то фотку. Я пойду работать. Пора возвращаться к работе, так что извините. Потом как-нибудь потрещим с вами. Ага. Я там уже заприметил одну фотку на этой стене позора, как кто-то блюёт в унитаз. Да-да-да-да-да-да-да. А чё это он напуганный? Братан, а чё с тобой не так? Господи Иисусе! Это она его так оделала. Лучше к ней не лезть. Ебать, а я уже тут местная звезда. Все уже знают, что это я откуярила мака. Вот, вот, вот. На фотографии посмотреть. Датировано вчера... Минутку, это же полковник Даки. На диване Гейба с бутылкой в руках. А вот мы сразу нашли нужную фотку. С бутылкой... С бутылкой в руках. На диване. Это намёк на то, что я где-то должна на диване искать бутылку. Где здесь диван? Я, блядь, здесь ни одного дивана не вижу. Одни табуретки и стулья. Отзывы о пабе. Ну-ка, чё-то, кстати, местные пишут о нём. Необычно приятный персонал? Молодец, старший брат. Стандартное для паба меню. Всё вполне съедобно. Иногда попадаются удачные гастрономические решения. Главные достоинства необычный приятный персонал. Первоклассное обслуживание, экстрентричные, завсегдатые, создающие уникальную, вдохновляющую атмосферу. Ради которой в захолустный Хэйвен Спрингс определённо стоит завернуть. Ничего плохого здесь не написано. Так, и что дальше? Подойти к Стэфу. Найти виски Даки. Это как бы у нас дополнительная задача, я так понимаю, но не обязательная. Слышь, Даки. Ты вчера нажрался в говно и всё выпил. Новые шахтёры. Это не русские тут сидят. Я не вижу никакого дивана. Точнее, диваны все заняты и бутылки я здесь не вижу. Давайте так и скажем ему, что он всё выжрал. Интересно, можно так, нет? Даки, Джик считает, что вы вчера забрали свой виски в квартиру Гейба. Вы не помните, где могли его оставить? Я совершенно не помню, что было той ночью. Серьёзно? Посмотри в телефоне. Может, ты что-нибудь фотографировал или кому-нибудь звонил? Вот, посмотри. Ну-ка, давайте почитаем его смс. Интересно, у него есть какая-нибудь старушка-любовница? Ради всего святого, где на этой штуке фотографии? Звонки. Ебать, у него сколько писем непрочитанных? 26 тысяч. Это что, он с самого рождения, что ли, их не читал? Прекрасное было селфи. Бедный Даки. Мне, наверное, не следовало это читать. А что там написано такого? Быть твоей дочерью было нелегко. Думаешь, тебе достаточно сказать, как тебе одиноко, чтобы я забыла первые 20 лет своей жизни? Я обдумаю твою просьбу. У детей все хорошо. Я показывала им твою фотографию. Мэйбл МакАлистер. Обиженная дочь вот так вот, да, с отцом общается? Так-так-так-так-так. Ну, медведь и, собственно, все. А он тут переименовал, что ли, все? А я никуда и зайти-то не могу. Ничего нет, жаль. Что ж, спасибо, что сообщила. Бать, вы представляете, ребят, какое мы проводили сейчас расследование только для того, чтобы найти бутылку ржаного вискаря? И что по задачам? Ну, вискар все так же ненаденый, ну и как бы хуй с ним, ладно. Пусть, я не знаю, коньяк хлещет. Стеф, я пришла тебя обслужить. Только давай без пошлостей. Алекс, верно? Я Стеф. Привет. Я хотел узнать, может, ты чего-нибудь хочешь? А, нет, ничего. Спасибо. К сожалению, я не могла остаться в магазине. Но сейчас у меня есть немного времени. Может, поболтаем? Почему бы и нет? С кем ты здесь? Чья это куртка? Или это твоя? Это вещи Райана. Он, видно, бросил меня ради Гейба. Они поехали за аптечкой. Значит, опять геройствует. Райан всегда так. У Луканов это семейное. Ты слышала о спасательном подвиге Джеда? В свое время все только про это и говорили. Когда он работал в шахте, он спас... Что-то я сомневаюсь, что Олег сейчас хочет слушать о фактах из истории Хевен Спрингса. Извини, Джед. Потом как-нибудь расскажешь. Ну или давай сейчас втихаря. Он не любит хвастаться. Но ты посмотри на стены. Тут полно снимков того случая. Интересно. Ты над чем работаешь? Это перечень товаров в музыкальном магазине? Нет, характеристики персонажа. Ты знаешь, что такое Рижд? Понятия не имею. Но что-то знакомое где-то слышала. Ага. Ролевая игра живого действия. Это как настольная игра, только в реальной жизни. Костюмы, пенопластовое оружие, заклинания из мешочков с фасолью. Класс. Гейб говорил о такой игре с Итаном. Да, она уже на следующей неделе. Они поедут вместе со мной. Это у них первая игра. Ой, я так волнуюсь. Хочешь как-нибудь поехать с нами? Ну, я бы попробовала. А чё бы нет? Не зря же вам с Гейбом это нравится. Отлично. Это твой шот? Что ты там пьёшь? Шнап с ног шибательной киви. Его никто никогда не заказывает, так что Гейб пытается от него избавиться с помощью игры музыкального автомата. А что это за игра? Что-то вроде краткой версии 20 вопросов. Надо угадать, какая играет песня, а ошибаешься и пьёшь шот. Мы с Райаном собирались сыграть. Может, заменишь его? Ну, как бы я на работе, но... Ну, в принципе, почему бы и нет? А с другой стороны... В общем, я выбираю песню, ты задаёшь мне пять вопросов, на которые я отвечаю да или нет. А потом... А потом я пью. Окей. Просто проблема в том, что у меня отключены песни с авторскими правами, поэтому, как бы, вряд ли мы что-то услышим. Есть. Твоя очередь. Ну, о чём ты хочешь меня спросить? Хм... Нужно пройтись по песням и понять, о чём лучше спрашивать. Используйте АД, чтобы перелистывать альбомы. Три овцы в каком-то винге. Думать о детях, Алабастер, День снов или День мечты. Господи, блядь, а я вообще в душе нему, что это за песня. Ну, может быть, личные вопросы? Почему она тебе нравится? Что, мы уже не соблюдаем правила игры? А ты что, боишься? Почему она мне нравится? Слова меня ужасно смешат. Даже название у неё дурацкое. Она мне напоминает о весело проведённом времени. Дурацкое название, говоришь? Хм... А мы можем вообще прекратить эти игрищи и просто нажраться? Вопросы про название песни. Есть ругательства? Ругательство? А тебя бы это смутило? Отвечай на вопрос. Нет, мэм. Ругательств в названии нет. Ругательств в названии нет. Ну, в принципе, здесь... Blame Monkey Brain, Check Race... Ебать, сколько тут песен. И ни одного русского названия... Вы чё, серьёзно? А как я должна отгадать-то это всё? 20 песен. 20! Из 20 песен я должна угадать. Вопросы про название песни. Ну-ка, ещё раз. Знаки припинания присутствуют там? Быстро говори, есть запятые там или нет. Нет. Хорошо. У тебя осталось всего два вопроса. Блядь, ну а здесь, в принципе-то и так... Нахуя я задавал этот вопрос, если здесь вообще, в принципе, нигде нет знаков припинания. Ну вот, есть восклицательные. Ладно, значит, это точно отметается. Ругатель, знаки припинания, четыре или более слов? Насколько длинное название у песни? Да. Интересно. Последний вопрос. Четыре или более. Мы задали вопрос по поводу названия песни. Ещё раз. Название песни мы спросили. Название песни не менее четырёх слов или более? Она сказала «да». Это типа, знаете, блядь, задаёшь человеку вопрос «Сколько тебе лет?» Он отвечает «нет». Вот, блядь, примерно то же самое. Как я что должен здесь понять? В названии песни не менее четырёх слов. Хочу, блядь, взять. А, это всё... Это получается уже не вопросы, а факты. То есть, в песне нет ругательств, нет знаков припинания. И в песне не менее четырёх слов. Не менее четырёх слов. Начинаем с первой. Первая отметается... Нет, не отметается. Вопросы про обложку. Какие могут быть? На обложке люди, животные, название группы. Есть название группы или нет? Давайте спросим. Неплохой вопрос на самом деле. Да. Всё, вопросы закончились. Готовы угадывать? Сейчас. Да-да-да-да-да. Сейчас, сейчас, погоди, погоди. Нет ругательств. Нет знаков припинания в названии песни. В названии песни не менее четырёх слов. И на обложке указано название группы. У песни дурацкое название. Думаешь, это достаточно, чтобы угадать? Посмотрим. Так, ребята, собрались. Итак, название группы есть. Есть. Больше четырёх? Больше. Ругательств нет? Не знаю. Знаков припинания нет. Пусть будет первая. Всё, отгадываем. Это она? Нет, извини. Блядь, придётся нахуяриться. Ну что ж, с ног шибательный, шот ждёт. Ну слушайте, на самом деле ничего, прикольненькая была игра. Он совсем не страшен. Он просто на вид, как тормозная жидкость. Зелёная причём. Фу, ну и говно. Ну, судя по выражению лица, я предположил, что это было просто отвратительно. На вкус как кукурузный сироп с кусочками облежьей краски. И вообще на киви нихера не похоже. Спасибо тебе за игру. Мне понравилось. Мне тоже. Пойду поработаю. Ладно. Я выполнила поручение Джеда. Ну да, нужно узнать, не нужно ли ему что-нибудь ещё. Блядь, Вискарик бы, конечно, по-хорошему найти. Но, на самом деле, мы его потом поищем и, естественно, оставим себе. Джед, я всё сделала. Ну что, со всеми делами покончила? Да. Я сделала всё, о чём вы меня просили. От меня требуется что-то ещё? Не-е-е-е, парни скоро вернутся. А вот, кстати, и они. Ну вот, пойми не чёрта. Как самочувствие? Так себе. Я попросил Алекс тебя заменить. Серьёзно? Нам надо поговорить. Буду ждать тебя на крыше. Ладно. И мы отправимся на крышу прямо сейчас. Я рад, что ты мне помогла. Сразу видно, работы ты не боишься. Ладно, не заставляй раненого ждать. Стопай наверх. Спасибо. Увидимся завтра. Нам обязательно нужно поговорить и решить все проблемы. Ну всё, пора поговорить с Гейбом. Так, мне там эсэмэски или кто-то названивает. Потому что нельзя всё это вот так вот оставлять, чтобы это в нас копилось. Мы должны поговорить и решить все вопросы, чтобы не было проблем. Вообще нужно разговаривать друг с другом, понимаете, ребят? Без этого это же никак. Человек – существо социальное. Можно ходить, дуться сколько угодно, и ни к чему хорошему это не приведёт. Гейб, ну ты чё? Ой, блядь, он мне такой романтик. Ну вид, я вам честно скажу, охуительно. Тут даже без мата никак. Как себя чувствуешь? Чё съебал? Прошу прощения. Как твоя челюсть? Гейб, ну заебал на самом деле, ну чё ты, а? Тебе очень больно? Послушай, Гейб, мне правда очень жаль, я... О, пивасик! Давай. Я там, правда, ещё шот накатил. Какого-то говна с киви. Так что нужно прополоскать, знаете. Продезинфицировать. Может, хоть чокнемся? Что? Я... У тебя там что, холодильник? Мне нравится прятать пиво по всему дому. Никогда ведь не знаешь, Когда оно пригодится. Чего не знаешь? Просто... Просто никогда не знаешь. Итак. Тебе менеджер для подпольной карьеры в вольной борьбе не нужен? Гейб, мне правда очень жаль. И много костей ты уже сломала. Другим. Гейб, прости меня, я не хотела делать тебе больно. Не извиняйся, я в норме. Ну, раз уж мы об этом заговорили... Я, наверное, никогда не осознавал, Что я могу дать тебе пизделей, да? Да. Наверное. Я никогда не понимал, Каково тебе пришлось в жизни. Одной. Не так уж и плохо. Когда я тащил тебя от мака, И ты меня ударил, А я разозлился, Но потом задумался о том, Как ты его оделала. Как будто тебе не впервой. Блять, ну так а мы все эти восемь лет-то где были? Не в раю же там, Блять, не в санатории. Естественно, нам приходилось как-то за себя стоять. Я много дралась. Ну. Дети в приютах часто дерутся, Я научилась защищаться. Блять, ну это очевидные же вещи. Ну, я заметил. Ну, Гейб, ну все нормально, ну заебал. Ну, на самом деле. С тобой что-то происходит. Я же вижу, Что-то не дает тебе покоя. Может, расскажешь? Ну, хотелось бы, да, подробностей, Потому что мы и сами-то не особо не понимаем. Я хочу поговорить с Гейбом, Вот только как объяснить ему, Что случилось с Маком? Ну, блять, ну как есть, Так и рассказывай. Рассказать ему о своем прошлом, Рассказать ему о своей способности. Рассказать ему о своем прошлом. А это что, разные вещи, что ли? А можно и то, и то послушать? Нет, прошлое, это получается, Мы просто уйдем от темы И не расскажем, что у нас есть способности. Мне нужны способности, да? Я хочу узнать об этом. Что с радичными происходит? Я хочу это контролировать И использовать во благо. Давай, колись. Со мной Что-то происходит. Я знаю, что чувствую другие люди. Я вижу окружающую их ауру. И если их чувства сильны, Если они злятся, Грустят или боятся, Я тоже это чувствую. А потом теряю над собой контроль. Мне кажется, нужно было к этому Как-то подойти немножко издалека. После таких слов Брат, наверное, скажет, Что мы ебанутые И вообще от нас откажется. И это началось Уже очень давно. Хотя нет, смотрите-ка, Походу он нам верит. Я чувствовала злость Мака Как свою собственную. Ну да, тогда это все объясняет. По-моему, то, что Мак злится, Было очевидно. Дело не только в этом. Он не просто злился на тебя. Он злился на самого себя. Боялся потерять Райли. Но он ее в любом случае потерял. Благодаря нам. Это Райли тебе сказала? Нет. Мне никто не говорил. Я просто это почувствовал. А ты уверена, что это не... Я это не придумала, Гейб. Поверь мне. И дело не в лекарствах, стрессе, травме Или в чем-то подобном. Я серьезно. А ты можешь сказать, Что я сейчас чувствую? Тебе нужно больше пива. Можно подшутить, Почему бы и нет. Разрядить обстановочку. Ему понравилось, он оценил. Я почти все время его хочу. Я не жду, что ты мне поверишь. Мне никто не верит. Значит, ты на самом деле можешь определить, Что чувствуют другие? Да. Вроде как заглянуть к ним в душу. Ну, вроде того. Так это же суперсила. Скорее супер... А почему? А какое суперпроклятие? Я не знаю, в чем проклятие. Ну, конечно, да. С одной стороны, это неудобно, Потому что мы сами себя контролировать не можем. Но, как бы, читать других людей Это прикольно, это классно. Давайте скажем, что скорее суперпроклятие. Потому что есть и темная сторона, так скажем, всего этого. Ладно, ладно. Пожалуй, суперсила это чересчур. Это просто... Ну, это просто классно. Я, вот, в половине случаев понятия не имею, что происходит у человека в душе. Шарлотта учит меня развивать эмоциональное восприятие, Но это... Это совсем другой уровень. И ты можешь туда заглянуть. Ты... Ты особенная. Особенная. Ты так это воспринимаешь? Конечно. Можно ведь просто изменить свое отношение к этому. Но это все не важно. Я с тобой. Не забывай об этом. Вот он, ребята. Вот он, настоящий брат. Опора и поддержка. Ну, так сказать будем. Ну, и когда же ты собирался рассказать мне про гитару? А, блядь, ты ее нашла. Ну, это же был сюрприз. Сюрприз. Ну, что скажешь? Обалденно. Спасибо тебе огромное. Конечно. Добро пожаловать домой. Так, 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 так. Привет, чувак, что происходит? Привет. Итан здесь? Нет, он пошел домой. Ушел, но я что-то давно его не видел. Все-таки этот маленький поганец сбежал в свою пещеру, да? Может. Скорее всего. Черт. Вполне возможно. Вы о чем? Думаю, он отправился в горы. Если так, надо идти за ним. Сейчас же. Идем. Ну, и мы тоже, ребята, собираем все вещи и отправляемся за этим мелким засранцем, который нас не послушался. И что там будет, мы узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. Пока.